Я не думаю, что я расскажу вам что-нибудь радикально новое. И в этот момент у вас мог возникнуть вопрос, зачем же ты к нам вообще пришел, подключился, потратил время. Все дело в том, что я недавно рассказывал о том, как работают CSS-селекторы знакомой QC. Она для автоматизации хотела использовать либо XPath, либо CSS. Я думаю, вы в курсе, что есть там Selenium, который позволяет так же, как браузер, адресовать элементы ради клика по ним или проверок каких-то. Ой, сейчас, сори, я скайп отключу. И в этот момент у меня возникла мысль, что ну да, в принципе, все мы знаем, куда человека послать, давай-ка я скину ей линку на V3Schools. И когда она увидела что-то типа такого и спросила, что есть девайс, как с этим сходу разобраться, я понял, что на самом деле то, как мы изучаем CSS, обычно это не структурированные знания, просто куча всяких разных форматов. Как если бы мы SQL-запросы изучали бы просто, что вот есть Select, есть From, есть Join, а ты потом уже сам думай, как это все использовать. И через некоторое время обдумывания я пришел к довольно, как мне показалось, строгой компактной структуре, которой я хочу поделиться. Возможно, это вам что-то самим даст новое в плане нюансов, понимания, как оно и почему именно так работает. Возможно, вам будет проще рассказывать кому-то новому, как работают, собственно, селекторы. Я не буду касаться, не буду касаться пропертий конкретных, я не буду касаться кроссбараузерности. Вопрос только в том, как вот эту всю штуку построить, чтобы получить именно тот элемент, который ты ожидаешь. Извините, я сейчас скайп хочу выключить. Вот чтобы не было вот такого вот ощущения, собственно, проблема в нескольких точках. С таким подходом просто выучи, просто возьми этот список и разбери с ним, а дальше все пойдет. Потому что, во-первых, проще понять, положить систему, чем заучить. И потом начинается, когда ты не понимаешь, почему именно так работает, начинаются вопросы. Самая популярная проблема, которая лично у меня была в начале, это когда вставляешь лишний пробел, который визуально вообще не заметен. И после этого у нас выбирается не совсем то. Ну, я думаю, вы, как люди, которые приходят на объем комьюнити, понимаете, что первое отличается от второго. Первое адресует какой-то элемент внутри другого, а второе выражение – это один элемент с двумя классами сразу. И вот, когда я на все это смотрел и думал, у меня пришло понимание, что на самом деле у нас каждый селектор, если мы не берем запятую, которая означает «отдельно то, отдельно то», у нас каждый селектор – это описание конкретного элемента, вложенное в какое-то описание структуры. Вот при таком обобщении у нас есть какие-то свойства элемента, которые не меняются, независимо от того, где она в структуре находится. И у нас есть описание, где она должна в этой нашей структуре находиться. И вот если уточнить, что в описании самого элемента не должно быть никаких пробелов, тогда сразу можно запомнить, что если мы видим пробел в селекторе, это значит, что мы перешли на какой-то другой уровень структуры, и это уже другой элемент мы описываем. Как у нас выглядит вообще элемент HTML? Это у нас есть тег, и у нас есть несколько атрибутов с какими-то значениями. И я предлагаю, если будете рассказывать, начинать именно с того, что у нас есть только вот эти два варианта. Не выделять отдельно класс, не выделять отдельно ID, потому что только будет путаница в голове. Ведь на самом деле у нас эти свойства, они явно заданы, и мы их явно прописываем. И, кстати, вот звездочка, она означает не просто любой элемент, а любой тег. То есть мы не можем указать тег, и звездочка означает, что с какими-то свойствами, с какими-то пропортерами. Это у нас всегда будет означать какой-то тег, или явно мы задаем какой-то тег. И у нас есть атрибуты. И я уверен, что вы с этим всем сталкивались, только я хочу захайлайтить, что на самом деле мы можем эти атрибуты комбинировать в одном селекторе, выдавать сразу несколько вариантов. Вот у нас есть тегнейм без скобок, и у нас не может быть несколько тегнеймов, и у нас есть какие-то пропортеры со значениями, или просто которые говорят о наличии. Это у нас первое. Это у нас теги и свойства. Как видите, тут получается при таком подходе сразу не кидать человека в ID, с решеткой, с классами, с точкой. Просто у нас есть тег, есть свойства, и ты комбинируешь любые значения, которые надо. Используешь как фильтры, и получаешь тот элемент, который тебе надо. А еще у нас есть то, что называется в CSS. Это все деселекторы. На самом деле это функции-предикаты. Это штуки, которые связаны с состоянием элемента. И проверяют, отвечая на вопрос, а находится ли элемент в таком-то состоянии. Синтаксис у нас однозначный, начинается просто с двоеточия. У нас проверяют, оно только одно свойство. Фактически их и много, я думаю, что вы тоже с этими штуками сталкивались. И оно просто, любой из них говорит, что да, этот элемент, на котором мы только что, к которому мы в текущий момент присоединили, оно такое, а если не такое, то элемент не попадает под это описание. И тут такой нюанс, я хочу подчеркнуть, что вот эти вот штуки, как теги, как свойства, так и... И, кстати, а мой курсор видно? А то я тут еще мышкой пытаюсь обводить что-то. Видно курсор. А, окей. И у нас, получается, все вот эти вот три штуки, которые мы включаем в CSS-селектор, они применяются к одному и тому же элементу. И в результате они отвечают на вопрос, совпадает этот элемент или не совпадает. Вот, к примеру, любой тег в состоянии злой. Вот пример того, что в CSS почему-то назвали псевдоселекторами. Почему-то, ну, мне просто кажется, что это усложняет только терминологию. У нас есть неизменные свойства и у нас есть проверки состояния. И мы их можем комбинировать, получая целый длинный какой-то запрос, который совпадает с каким-то элементом или не совпадает. И что важно, и почему-то я вот, например, был удивлен, что на самом деле мы можем делать любую комбинацию из псевдоселекторов, из проверок и из свойств. И мы даже можем меня самоделять местами. Тут вообще никак не критично, в каком порядке мы проверяем. Главное, что эта конструкция не содержит пробелов, применяется это по очереди к каждому из элементов кандидатов. И проверяет его тегнейм, проверяет его какие-то свойства, проверяет его текущее состояние. И если совпадет, мы элемент отбираем. Если не совпадет, не отбираем. Вот это важно то, что я хотел подчеркнуть, что тут порядок не имеет значения. Ну и потом... А, и кстати, тут еще такая штука, я забыл включить ее, я ее озвучу голосом. Что еще следует из этой штуки? У нас есть псевдоселектор, который нод, отрицание. Ну, не знаю, может слышали, может даже использовали. И, возможно, вы удивлялись, почему в него нельзя запихнуть проверку на структурность. Ну, что-то в духе выбрать элемент, который не вложен в какой-то из родителей. Да вот это как раз следствие принципа работы, что на том уровне, на котором работает отрицание нод, оно может проверять свойства и состояние только текущего элемента. Просто потому что так все псевдоселекторы работают, проверяя свойства или состояние текущего элемента. Единственное исключение, пожалуй, из этого, это псевдоселектор М, который проверяет наличие вложенных детей. Но на самом деле он не такого же исключения, потому что он проверяет сам факт наличия списка. Он не лезет внутрь, не проверяет наличие каких-то определенных детей. Такое вот открытие лично было для меня, которым я хотел поделиться. Ну и по поводу структуры, тут я еще хотел сказать, что, в принципе, можно про структуру говорить тогда, когда уже столкнулись, выбирали какие-то элементы, потому что обычно достаточно селектора только одного элемента. Ну, тут эти вы все штуки использовали. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле у нас почти все селекторы структуры, они делятся на категории либо непосредственно вложен и непосредственно следует, либо где-то в глубине. И я еще хотел сказать, что как пропозал для CSS3, почему-то оно все еще не реализовано в большинстве браузеров, это было сделать вместо пробела, обычного пробела, два больше, для того, чтобы показывать какую-то вложенность в глубине в глубине. Почему это было бы круто? Потому что оно в таком случае просто однозначно совпадает с логикой XPath, который использует один слэш для непосредственной вложенности элементов в элемент, а двойной слэш – это для указания, что какой-то элемент в глубине находится. Если бы мы использовали в CSS-селекторах просто знак «больше» и двойное «больше», мы получили бы полное совпадение по логике работы. Ну, и если вдруг сталкивались, возможно, слышали, есть у нас даже три больше знака, и оно дает нам возможность управлять стилизацией в Shadow DOM. У нас вроде как много символов, но на самом деле, мне кажется, что структурно его проще даже запомнить, чем просто отдельный список, где перечисляются, как на V3Schools, все-все-все возможные комбинации. И последний – это псевдоэлементы. Самое популярное – это BeforeAfter. У них вообще-то синтексис такой, что они обязаны начинаться с двойного двоеточия. BeforeAfter почему-то от этого дела отошли. В конкретной реализации браузеров позволяется вставлять только двойное двоеточие, одинарное двоеточие, и это люди запутывают. По крайней мере, это запутывало меня, почему оно является псевдоэлементом, но пишется как псевдо-селекторы. И после этого, после псевдоэлемента, мы не можем добавлять еще какие-то структурные вложенности, мы не можем добавлять еще фильтрацию по классу, потому что псевдоэлемент – это что-то типа… Если остальной селектор, включая псевдо-селектор, это выбрать большого злого мужика, то псевдоэлемент – это уже его и этого мужика взять большой палец на левой руке. Мы не имеем возможности идти дальше и выбирать что-то еще глубже. Потому что мы уже выбрали какой-то элемент, который на самом деле не предназначен в рассмотрении отдельно, как мозг не предназначен для рассмотрения отдельно от разработчика. Это сто пудов структурный элемент. И обычно не имеет смысла комбинировать, хотя я допускаю, что когда-нибудь, возможно, в реализации у нас будет возможность сделать first line, и в нем first word character или что-то такое. Такая комбинация обычно не имеет смысла, когда несколько псевдоэлементов. Это вдруг, если хотелось бы чем-то таким заняться. После того, как разобраться с базой, там, где однозначный синтексис и все строго и однозначно, тогда уже можно говорить о том, что мы можем вместо того, чтобы прописывать класс в квадратных скобках, просто писать с точкой. Один мы можем писать с решеткой. И вместо двойного больше можно использовать просто пробел. Точнее, мы пока должны использовать просто пробел. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Возможно, получилось немного скомканно, поэтому я рассчитываю, что, может быть, вопросами смогу что-то больше дать, если есть какие-то вопросы. Ну, вопрос, зачем ты нам это все рассказал, мы все равно это знали, можно задать тоже. Что, нету? Есть? Кто-то включается? Ты можешь сам на него и ответить, раз ты его спрашиваешь. А, ну, на самом деле, я про это в самом начале сказал. Для меня это помогло, ну, вот именно такое структурирование помогло некоторые вещи упростить в голове. В частности, касательно псевдоэлементов, с бифоавторами, как псевдоэлементы и псевдоселекторы работают. Для меня было сюрпризом то, что было непонятно, почему нот не работает со структурой, почему я не могу описать какие-то свойства родителя. И для меня было неочевидным, что я могу комбинировать любые свойства одного элемента, вот эти псевдоселекторы и свойства в любом порядке вообще. От порядка вообще ничего не зависит при комбинации? Если да, если оно применяется, проверки на одном элементе, неважно в каком порядке ты сделаешь. Единственное исключение, это тегнейм должен идти впереди, если тегнейма нет, то подразумевается звездочка. Ну, просто потому что мы не можем написать какой-то двоеточие там first child и потом сразу влепить A, потому что это просто сделает такой невалидный звездоселекторы. Если проверяется несколько классов одновременно, несколько атрибутов, их нужно перемешать в любом порядке, классы, атрибуты, да? Да, да, да. И это, кстати, если мы говорим о том, что все проверки на одном элементе, в пределах одного элемента, неважно, это классы, это свойства, псевдоселекторы, должны идти подряд без пробела, то вот тот немного странный лично для меня синтезис, когда мы несколько классов проверяем, разделяя точкой, становится логичным. У нас просто несколько проверок на то, что у этого элемента и такой класс, и такой класс. Вот. Ну, лично меня это уберегло в свое время от путаницы, почему селектор применяется неким элементом, а там пробел лично не затесался. Спасибо. Слушай, вопрос такой по перформансу. Вот. В любом же случае есть закономерность или зависимость того, какой конкретно селектор ты используешь, и как быстро выберутся все ветки из дома. Я думаю, что 100% есть какие-то перформанс, ну, рекомендации, например, какой селектор сработает быстрее, какой медленнее и так далее. Насколько это актуально? Ну, я точно уверен, что селекторы через свойства или селекторы через точку или решетку давно-давно оптимизируются одинаково, в этом нет разницы. Единственное, что я хочу сказать, что вот проверки нот говорят, что могут быть дольше. Хотя, судя по логике работы, и потому что я видел, они работают так же, потому что они применяются к тому же элементу, не выбираются там родители. Селектор empty, ну, тоже он применяется сразу же, даже если у нас еще не догрузились все дети, и мы уже точно знаем, что у нас есть какая-то вложенность или нет. Единственное, на чем могут быть тормоза потенциально, если у нас большой какой-то список, и у нас мы используем last of type, потому что для того, чтобы убедиться, что это последний ребенок в своем родителе именно этого тэгнейма, мы должны догрузить всех соседей. Вот это, по-моему, единственный такой псевдоселектор, который может как-то потенциально замедлить свою применимость. А все остальные, ну, если мы говорим не про структурные какие-то там, про вложенность там где-то в глубине, или там тем более сайблинги, которые могут друг на друга влиять с помощью тех же маржинов или так далее, а если говорим просто про селекторы в пределах элемента, это селекторы свойств, селекторы состояния, то, насколько я знаю, разницы в перформансе вообще никакой нет. Не, ну окей, вот представим, ты пишешь, например, див, в котором внутри див. То есть, представляешь, он перелопатит все дивы, которые есть вообще в доме. Естественно, такой селектор реально будет долгий. С другой стороны, ты можешь написать, возьми див, у которого айдишка такая-то, в котором внутри лежит див. Это же в любом случае будет, я не знаю, на порядок быстрее. Я про такие кейсы скажу. Он быстрее выберет элементы, и их будет меньше. Но, в принципе, если ты укажешь див, а внутри див, и с каким-то конкретным... Ну, короче, получается какая штука, что даже если ты укажешь айдишник, ну, фильтрацию по айдишнику, оно сначала все равно перелопатит все дивы, точнее, даже все элементы, чтобы убедиться, что это именно див, и именно с таким айдишником. Просто выберется меньше алиментов, и к меньшему количеству применится стилизация. Это да. Но тут у нас, как везде, если у нас будет везде прописано одинаковое айдишник, что в принципе мы можем добавить, то это правило будет так же тормозить, как див. Тут есть такая интересная штука, что CSS-селекторы на видмину вид других мов программирования парсятся не с лива направо, а с права налива. То есть, например, в этом примере с дивом, если мы напишем селектор стиля див, пробел, потом айдиха, то мы так выберем, например, один див, который будет лежать в межах какого-то дива. А если мы напишем наоборот, то с точки зрения перфоманса, мы сначала выберем все дивы, а потом подивимся, какой из этих дивов лежать в каком-то элементе, который имеет такую-то айдиху. Поэтому тут колоссальная разница с точки зрения перфоманса. А я так уверенно говорил, извините, ребята, вот классное замечание. Еще одна штука, которую очень часто живут, это благодаря сасам лесам, оця вот вкладеність, чем больше вкладеність, тем дольше CSS-селектор, и, соответственно, тем дольше выборка. И, соответственно, как рекомендация, чем площадь CSS-код, тем скорее будет работать. То есть, не делать там, как делают, типа, у нас есть дашборд, в дашборде есть левый виджет, в левом виджете есть панелька, в той панельце есть кнопка. Краще просто написать уникальный класс, типа, кнопка в виджете, и возвращаться по тому классу, чем делать эту колбасу, типа, дашборд, виджет, кнопка. Да, это крутое замечание. А еще, ну, не настолько критично, скорее, касательно архитектуры, если видите запятую, то, скорее всего, вам стоило заменить несколько разных селекторов, разделенной запятой, просто одним отдельным новым классом. И назначить элементам одинаковый класс, дополнительный. Но это не касается перформанса, это касательно организации вообще, и странная идея. Если бы CSS запретил бы запятую, в принципе, я думаю, было бы проще жить. И вложенность больше трех. Ну, может, еще какие-то замечания крутые будут. Похоже, что нет. Ну, и я сегодня еще хотел одну, тоже, пожалуй, не особо сложную штуку рассказать. Про дебаггинг. И хотел я рассказать по той простой причине, что я столкнулся, что много моих, ну, как много, значительное количество моих знакомых по старинке используют для дебагга алерты. Используют дебаггер-статемент, который кидает в код. И еще что-то. И я понял в какой-то момент, что ходишь, рассказываешь про дом-брекпоинты, про event-брекпоинты, и люди тебе говорят, «О, круто, я ее не знал». Хотя, казалось бы, это то, что у них буквально на расстоянии вытянутой руки в Developer Tools. Поэтому я хотел бы сделать еще быстрый забег по дебаггеру в Chrome, на примере Chrome. Хотя, такие же возможности есть и в Firefox, в встроенном уже дебаггере, и в Developer Tools, и E. Начиная, наверное, с версии 11, там вообще отлично, и с профилированием включая. Поэтому, если вдруг кто считает, что он со всем этим сталкивался, ну, в смысле, с какими-то хитрыми возможностями дебаггера, то, ну, в общем, наверное, можно отключиться, чтобы не думали, что я просто трачу ваше время. Так, как бы добраться до закладок. Ага, значит, по поводу возможностей. Ну, я думаю, большинство из вас должны были в своей работе использовать брекпоинты. Просто ставишь брекпоинты, да, и оно срабатывает. И у нас есть возможность даже игнорировать брекпоинты. Если вдруг нас задолбало, не обязательно их удалять, можно их анчекать. И я уверен, что те, которые использовали брекпоинты, использовали также conditional брекпоинты, которые дают возможность какую-то проверку добавить, чтобы только при прохождении проверки это все срабатывало. Но я думаю, что я хотел бы еще рассказать про такие вещи, которые позволяют нам дебажить непонятное нам приложение, особенно полезно, когда непонятно, что происходит. И в первую очередь это касается кликов. Ну, и вообще взаимодействия с пользователем, когда тебе попадает в руки какое-то приложение, которое делает непонятно что при твоей реакции. И самый очевидный вариант – это идти и ставить брекпоинты вообще везде, что худо-бедно похоже на клик-хендлер. Вроде неплохо, но с другой стороны, если у тебя там много таких вхождений, ты даже вручную замахаешься просто ставить брекпоинты, а уж потом ты замахаешься эти брекпоинты отрабатывать. Есть довольно простое решение, которое почему-то не все с этим сталкивались. Это вот у нас есть на закладке «Sources» у нас есть такой раздел «EventListener Breakpoints». И вот тут у нас есть возможность поставить брекпоинты, которые сработают вообще в любом обработчике определенного события. Тут очень много событий. Тут события и включая взаимодействие с мышкой, с пользователем, таймеры, очень много всего. Вот я хотел показать на примере TodoMVC, в котором я уже чуток пока лупался, но тем не менее сделал вид, что я не знаю, как она работает. У меня вопрос, а что же происходит, где мне ставить брекпоинт, как мне смотреть, что происходит, когда я тут кликаю, как оно меняется вообще. И вот если я поставлю брекпоинт, у меня в любом хендлере вообще сработает пауза в том месте, которое является непосредственным обработчиком от EventListener, то, что мы передали. В данном случае у нас это будет jQuery, сейчас я к этому перейду. jQuery у нас тоже может под ногами не путаться на самом деле. Вот я кликнул где угодно, но вообще меня интересует, что же будет происходить, если я кликну здесь. У меня точно так же есть хендлер, у меня есть stacktrace, вот stacktrace, в котором пока ничего нету, потому что мы остановились только на уровне обработчика jQuery, а нам надо попасть в ту функцию, которая была подписана через jQuery. И у меня два варианта. Либо ходить по внутренним jQuery циклам для того, чтобы добраться до момента, собственно, вызова хендлеров, либо у меня есть такая штука, возможность такая. В контекстном меню скрипта у меня есть такой пункт, как blackbox. Это означает, что если я добавлю конкретный скрипт в blackbox, оно будет трактоваться дебаггером так же, как, например, встроенные функции, типа array prototype for each, array prototype map, и в него не будет заходить дебаггер. Если я добавлю этот скрипт в blackbox, то в следующий раз, как можете видеть, у меня уже не в jQuery зашло, и я не должен руками проходить, циклы пропускать, добираться до этапа перебора подписанных хендлеров внешних, я сразу же попадаю в собственный скрипт, в user-defined скрипт, игнорируя ту часть, которая была в jQuery. И blackbox… Слушай, подожди, подожди, а можешь тут поподробнее, потому что тут народ нифига не понял, что ты сейчас сделал? Ага. Ну, в общем, я… С этим blackbox непонятно. Blackbox игнорирует скрипт так, как если бы это был вообще нативный код. То есть, когда ты добираешься до какой-то конструкции типа какой-то array.map, и ты нажимаешь войти внутрь, оно же не бросает тебе насыщенный исходный код мапа. Оно игнорирует сам мап, оно сразу заходит в тот обработчик, который внутри находился, который у тебя user-defined. И blackbox позволяет с любым произвольным скриптом сделать то же самое, сказать, что игнорируй вообще входы в код этого скрипта, переходи сразу в то, что этот скрипт вызывает. И если без blackbox у меня, получается, если без blackbox у меня реакция на клик заводила в дебри jQuery, вот я зашел в дебри jQuery и такой, оу, но меня не интересует, что происходит в jQuery, меня интересует, какой обработчик, привязанный через jQuery клик, вызывается. У меня есть альтернатива, либо ходить при помощи step-over внутри этого jQuery кода, искать, где же он будет перебирать список хендлеров, и только так в хендлер. Либо просто сказать браузеру, что мне не интересует именно этот скрипт, давай мне показывать, что глубже. Короче, давайте... Да, извини. А если там несколько хендлеров висит на этот клик, ну, например, там два, он два раза за тебя зайдет? Да, да, то есть сначала игнорирую jQuery, оно сразу попадет внутрь первого хендлера, потом при помощи тех же кнопок выйти, пройти, запустить дальше, ты попадешь в следующий. Правда, под рукой нет такой штуки, чтобы показать, как оно будет. Там главное, ну, тогда не нажимать на запуск, а выбирать step-out, и тогда оно вернется к перебору и зайдет уже во второй кайд. Окей, спасибо. А все-таки можно как-то добавить, ну, на совсем jQuery в BlackBox, на AngularJ? Да, и, кстати, ну, есть резон, обычно сразу же, как только начинаешь работать над проектом, сразу закидываешь в BlackBox, фреймворковские скрипты, и можно это сделать на закладке BlackBoxing, вот в сеттингах. Тут, как видите, вообще просто произвольная RGX, ты можешь вообще глобально добавить, чтобы везде игнорировалось. Прикольно, спасибо. Ну, по-моему, это очень удобная фича, без нее вот эти вот EventHandler Breakpoints были бы намного напряжнее, потому что практически везде, где используются фреймворки, ты сначала попадаешь в фреймворковскую оснастку, будь это Angular или будь это jQuery, и ходить каждый раз, особенно в минифицированном коде, ходить пошагово, добираясь до перебора хендлеров, это просто ад. А BlackBoxing, ну, он где-то год нормально работает, до этого у меня, например, были сбой, то BlackBoxing очень сильно выручает. Значит, вот у нас есть куча EventListener здесь, и у нас еще есть другая возможность, у нас есть возможность ставить дом Breakpoints. Дом Breakpoints нам дает другие особенности. Это полезно тогда, когда что-то меняется на странице, а ты не можешь понять, почему. И в таком случае Breakpoint просто бы не помог, ты бы даже не мог понять, куда его ставить. Например, у тебя очищается какой-то элемент или удаляется. Кто его удаляет, почему его удаляет, просто непонятно. И в этом случае просто очень есть крутой элемент. Это я сейчас попробую придумать, на кого поставить. Вот у нас есть элемент, у которого меняется... Ай. Сейчас. Вот у элемента меняется класс. Вот у этого элемента. И у меня вопрос, а кто же его меняет? Я, конечно, могу полнотехственным поиском ходить, но это довольно напряжно, потому что есть гораздо более быстрое решение. Правое в меню для этого элемента у меня есть BreakOn. Видно, да, меню? И в моем случае, так как меняется класс, я добавляю Breakpoint на изменение атрибутов у этого элемента. И теперь... А, не тот. Не тот. Классов. И теперь, кстати, из-за блокбоксинга jQuery я должен был попасть сразу в нужный мне элемент, но дом BreakPoints блокбоксинг игнорирует, потому что, собственно, так лучше будет работать. Оно все-таки в заблокбоксинном jQuery сразу остановило меня на строчке, где я у элемента при помощи jQuery собирался менять класс. И у меня есть StackTrace справа, и я, собственно, могу добраться до кастомной функции, которая вызвала jQuery. Вот теперь я знаю, каким именно кодом, в конечном итоге реакцию на клик, я менял атрибуты у элемента, меняя его класс, меняя его внешний вид. Но гораздо более полезно это даже не по поводу атрибутов, а по поводу удаления. Вот есть еще такой вариант NoterMool, и теперь я сходу запросто смогу найти, какой это у меня элемент, я запросто смогу найти, какой же код его собирается удалять. Точно так же, BlackBoxing в данном случае игнорируется, мы останавливаемся на строчке, которая непосредственно, неважно, в BlackBox скрипте или нет, удаляет элемент, и мы сможем найти, как вызывался этот хендлер в реакции на что. Это особенно полезно, например, у меня было такое, что в результате проблемы в моем коде один код создавал вьюшку, инициализировал ее, а второй ее удалял после. И я не мог понять, почему такое происходит, в этом случае у меня такая вот breakpoint на удаление узла очень сильно выручила, я увидел, какой засранец удаляет мой элемент. И соответственно у нас есть отдельная закладка под это, чтобы мы могли этим легко управлять, и на закладке в Sources оно тоже дублируется. Там у нас есть тоже панель DOM breakpoints, и когда останавливается, дебайлер вверху пишет, что остановилось на таком-то DOM breakpoint. На счет DOM breakpoint вопросы есть какие-то? Единственное, что необычное, это то, что breakpoint, который ставится на закладке LMS. Но это логично, потому что нам нужен элемент, для которого мы этот breakpoint и задаем. Substream modifications означает любые вставки, вложенных элементов, изменение их свойств и так далее. То есть Substream modifications обычно самое мощное, но самое малополезное, потому что будет чаще срабатывать. Окей, ну если вопросов нет по DOM breakpoints, пока есть, я еще последнюю штуку захайлачу. Это бывает такое, что есть запрос, и непонятно, особенно когда только пришел на проект, в котором еще не работал, и непонятно, а кто же откликается на конкретный какой-то запрос, какой же хендлер отрабатывает. И в этом случае у нас есть еще одна закладка на Sources, тоже это XHR breakpoints. И оно позволяет поставить breakpoint и остановиться в хендлере, если у нас урла запроса совпадает с каким-то куском. То есть, к сожалению, я сходу не нашел какого-то примера, на котором можно было бы это показать. Но, грубо говоря, если бы у меня был тут какой-то запрос на тот же сервер, чтобы при помощи их сама что-то парикваста вытянуть, какие-то данные, то вот такой вот breakpoint меня бы остановил внутри обработчика. Я мог бы посмотреть, а что будет дальше, а куда будем дальше идти. И в случае с блокбоксингом я бы сразу попал в штуку, которая через jQuery, json.get, и какой-то там этот самый, какой-то хендлер, я бы попал внутрь него. И тут, кстати, есть еще возможность, если просто пустой добавить, то будет вот на любой запрос, на любой успешный запрос мы останавливаемся и ждем от девелопера, что он позволит нам идти дальше. Но обычно это слишком громоздко, потому что запросов обычно много. И последнюю штуку, которую я хотел бы напомнить, вдруг кто пропустил, потому что это галочка, асинка, она ходила по разным частям интерфейса. А эта штука позволяет нам дебажить какие-то штуки, которые у нас вызываются либо через setTimeout, либо через setInterval. Сейчас я покажу как пример. Вот у меня есть пример, просто вложенная функция, которая через setTimeout запускается рекурсивно или не запускается рекурсивно в разное количество раз. И я просто на этой штуке хотел показать, что без асинка у нас получается структорез будет очень плоский. Это последний setTimeout, который выполнился. Хотя на самом деле он выполнился пять раз вложенным путем. Ну, пример синтетический, я понимаю, но полезно тогда, когда у нас через setInterval что-то происходит, отложенные действия или там setTimeout 0, например, чтобы просто отложить какие-то вычисления. И мы хотели бы разобраться в StackTrace, откуда же мы сюда пришли. То вот эта вот галочка асинка, она просто радикально меняет все, меняет StackTrace, потому что оно действительно запоминает какие из асинхронных вещей откуда были вызваны. Сейчас я покажу еще раз, перезапущу. И вот, видите, у нас есть StackTrace, у нас пять раз вызывался setTimeout. И, собственно, я могу перейти на каждый из шагов, посмотреть его предыдущие аргументы. Кстати, не пять раз, а десять раз. Вот это, кстати, непонятно мне. Наверное, оно где-то в настройках должно быть ограничение на количество вложенности, потому что с этой галочкой получается дебажить асинхронные вещи проще. Но оно очень много жрет памяти, потому что оно для каждого этапа асинхронного тоже сохраняет все аргументы, сохраняет значения переменных, которые можно будет посмотреть потом в дебагере. И это обычно тянет много памяти, и я уверен, что там где-то есть ограничения, что там не больше пяти или четырех шагов асинхронных. Ну, в общем, если у вас что-то происходит не то, и причина скрывается в setTimeout или setInterval, то есть в асинхронности, то вот эта галочка вас сильно может выручить. Собственно, это все, что я хотел сказать. Как я и говорил, навряд ли прям вообще открыл какой-то OpenScience, но я думаю, кому-то что-то может быть новое. Но для тех, кто не каждый день этим занимается, очень интересно, в частности, для меня. Я предлагаю загуглить Chrome DevTools, потому что статья очень объемная у Хрома, и она очень отлично все это расписывает. Проблема статьи в том, что она рассказывает о том, как делать, но не рассказывает, зачем. Я вот попытался сконцентрироваться на каких-то хоть и озвученных, не показанных на Flow, когда бы это пригодилось. И, пожалуйста, не используйте алерты и консервологи для того, чтобы дебажить, потому что когда вы так делаете, вы теряете кучу времени и где-то умирает котенок. Может, даже два. Вот. Ну, давайте вопросы или, как в прошлый раз, крутые замечания, потому что у меня все. Есть еще такая штука, про которую ты не вспомнил. она называется Framework Event Listeners. Если ты зайдешь в браузер, в вкладке Event Listeners есть Ancestors и Framework Listeners. Это как раз похожая штука, которую ты узал в jQuery. То есть, когда ты попадаешь в хендлер jQuery, а тебе нужно попасть в твой хендлер, как раз эта галочка тоже для этого юзается. Я правда не вижу. Да, оно на закладке этого самого, на закладке тоже дом. Да, да, да. Вот тут оно выглядит. Сейчас я переключусь на какой-то, на какой-то, на Тудо МВС, переключу. О, это сказал, потому что я эту штуку видел, но почему-то, почему-то, да, пропустил. Ну, это, правда, я не знаю, как работает галочка Framework Listeners, если сможешь рассказать, оно работает тоже как в Black Boxing или как? Типа того, да, он пропускает, но он как-то сам это трекает, но такое ощущение, что он сам это понимает, и, что я ее только раз использовал, когда мне нужно было вот не заходить внутрь jQuery, а попасть в мой хендлер. Вот он, когда ты ее ставишь, он попадает в твой хендлер. Я понял. Но в данном случае получается, оно вылетит как просмотр, а переходить, я по клику перехожу к конкретному хендлеру, то есть не конкретному, а в конкретному. Да, да, видишь, ты переходишь в Backbone. Да, в Backbone, хотя вроде как... Ну, не знаю, что в Backbone я пробовал с jQuery. В jQuery эта штука работала точно. Тут надо, видишь, может... А, и она выводила все возможные подписки, которые сделаны через jQuery, да? Да, 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 да. Ага, а тут вот только Backbone. Ну, наверное, это потому, что оно под какие-то определенные фреймворки заточено руками. Ну, хорошо, отличное дополнение. Я точно не скажу, как оно работает, но точно его можно использовать. Я вспомнил, оно просто показывает все тебе эвенты, которые там есть. Ты наводишь на элемент слева, вот ты сейчас выбрал Body. и он тебе справа показывает, какие на этом элементе есть... Меняется что ли? Вот. Да, да, меняется. Ну, то есть у меня... Он тебе показывает, какие там эвенты есть, и если ты кликнешь, ты найдешь хендлер, то есть ты найдешь место в коде, которое сработает на этот эвент. Да, я понял. Собственно, все. Ну, и в принципе, вот он еще для родителей показывает. Окей, отлично. А, еще одну штуку хотел сказать, что когда у нас есть ошибка, ошибка JavaScript, сейчас я думаю, как бы это дело сымитировать, у нас будет сообщение об ошибке JavaScript, и у нас будет возможность сразу поставить breakpoint на нем. Там слева галочка, сейчас я что-то не могу придумать, куда зайти, где точно будет ошибка. Это для того, чтобы не идти, не искать руками, где же, собственно, на какой строке оно валилось. Есть возможность прямо из консоли ставить breakpoint и сразу смотреть, а что же оно так, в чем же проблема. Ну, вот такая вот штука. Еще вопросы? Еще идеи? Еще предложения? Напоминания? Ну, если ничего, Женя, у меня все. Ну, вот, Женя, у меня все. Смотрите. Смотрите.